Камера видеонаблюдения на подъездах вынужденная мера. Актив многоквартирных домов ее поддерживает. Эта тема была одной из самых обсуждаемых на форуме Управдом. Традиционно в совещании приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, сотрудники администрации городского округа и управляющих компаний. Для установки на общее домовое имущество, то есть на дверь подъезда этой видеокамеры, нам требуется протокол общего собрания собственника. Просьба большая проводить собрание собственников, объяснять, что это безопасность и безопасность их жилья. То, что видеокамеры при входе в подъезды в местах общего пользования сегодня необходимы, председатель Совета многоквартирных домов убеждать не надо. Случаев, когда машину во дворе повредили, украли велосипед из подъезда, поломали детские качели и другие факты вандализма, сегодня, к сожалению, не редкость. Записи с камер видеонаблюдения дают ответ на вечное, кто виноват. А вот на вопрос, что делать, отвечают уже правоохранительные органы. Муниципалитет включился в реализацию программы «Безопасный регион». Камеры видеонаблюдения установлены в аспистах подъездах. В подъездах случилась единая камера, которая видеокамера, она запечатлела. Где посмотрели? Запросить информацию с камер могут только полиция и некоторые другие государственные структуры. Председатели многоквартирных домов предложили установить камеры и у новеньких детских площадок. Средства выделяются, и город должен быть, как говорится, усеян, утыкан этими камерами. И все это в процессе. Камеры у нас будут достаточные количества. Второй вопрос, рассмотренный на управдоме, также касался безопасности. Об обязанности собственников или нанимателей квартир заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание газового оборудования. В свете последних трагических происшествий вопрос актуальности не теряет. Чтобы газ был благом, а не источником трагедии, для этого ежегодно специализированными организациями проводится проверка оборудования в каждом доме, частном и многоквартирном. У проведения технического обслуживания газового оборудования управляющие и специализированные организации предупреждают жителей заранее. Однако попасть в квартиры с первого раза специалистам удается не всегда. Не все жители у нас заключают договора на внутриквартирное оборудование. Если у абонента отсутствует договор на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газов праве не заключать договор на поставку газа потребителям, либо приостановить исполнение своих обязанностей по ранее заключенному договору. Это постановление правительства номер 549. В целях безопасности в квартирах уже идет установка газоанализаторов, которые просигналят об утичке газа. Сегодня прошли проверили, через год следующее место, а завтра дядя Вася пьяный пустил газ и взорвал подъезд. Вот это то, что я вам говорю. Я говорю, что газоанализаторам больше будет толку. Ну, соответственно, надо проверять, конечно, оборудование. Но в основном нужно, чтобы наличие газа проверяли в помещении. Но если установка видеокамеры подъезда бесплатна и проводится за средства муниципалитета, то газоанализаторы – это уже деньги жителей дома. Вопросов у участников совещания было немало, и ответы на них они получили. Форум на этот раз был продолжительным, темы затронуты актуальные. Специалисты администрации напомнили, как провести онлайн-собрание собственников жилья. По-прежнему с повестки дня не уходит и вопрос содержания контейнерных площадок и придомовых территорий. Больше жалоб на неукрашающие пейзаж мусоросборники в сельской местности. Мы монтируем на данный момент времени 80 контейнерных площадок на территории района, бывшего района. Это сельские поселения, деревни, населенные пункты, плюс порядка 80 контейнерных площадок на территории города. А завершился форум управдом серьезным разговором об ответственности каждого жителя за чистоту во дворах, в подъездах и за сохранность установленных детских и спортивных площадок.